На юбилейном фестивале кузнечного искусства свои работы показали мастера со всей страны. Эдуард Науменко приехал из Сум. В его изделиях преобладает средневековая тематика – щиты, мечи. Модно стало проводить рыцарские турниры. Был в Крыму, в Ивано-Франковске, в Ривному. Это как бы натолкнуло заняться изготовлением таких не боевых, а сувенирных мечей, рапьер. Александр свою работу, азиатскую пагоду, привез из Константиновки. Ковкой парень занимается три года. Это изделие называет своим самым грандиозным творением. Хотел сначала просто японский домик, ну красивые крыши, такого все плана. А потом полазил в интернете, наткнулся на пагоды эти. Варили все, ну стыковали. И так по кускам каждый этаж до этажом делали. Центральной фигурой фестиваля стал железный человек. Четырехметровый кузнец весит больше тонны. Великан украшен символикой разных стран. Каркас скульптуры делали донецкие мастера. Символизирует интернациональность, многонациональность, как в общем-то и этого творчества, этого ремесла, так и нашего края. Потому что сюда вошли миниатюры, ну уже вошли от Урала до Атлантики. А еще работы будут приходить. В открытии фестиваля принял участие мэр Донецка Александр Лукьянченко. Предела совершенства нет. С каждым годом наш парк пополняется новыми экспонатами. И это настоящее произведение искусства. Они воплощают труд, тяжелейший труд кузнеца. На 3, 4, 5 можно спокойно развивать его здесь, чтобы еще больше сделать более значимым парк. То есть сделать больше 200 фигур, 300. Посмотреть на работу кузнецов приехали жители со всей области. Я тут уже много раз была. Культура новая, очень красивая. Мне очень-очень понравилось вообще. В принципе, тут вообще, тут иногородних очень много приехали посмотреть на это все. Ну, лучше место, мне кажется, на сегодняшний день и найти. В парке кованых фигур еще много свободных аллей, говорят кузнецы. Своими работами планируют украшать это место и в будущем. Сергей Аганесян, Евгений Сосоев, Панорама.